всем привет вы находитесь на канале fastgo rtv и это ведьмак это enhanced edition и мы продолжаем находимся в велине и у нас с вами здесь есть некоторые дела которые нужно совершить это и побочные задания и основные и сейчас медленно начнем здесь осваиваться потому что локация большая кусок такой немаленький много чего здесь нужно нам с вами открыть давайте дождемся единственное нужно найти мне кнопку давайте дождемся именно геральт именно это я и хотел от тебя давайте дождемся дня или катя хотя бы утра число очков здоровья увеличенную это неплохо это мне нравится вот и сколько у нас сейчас 5 утра давайте до я же могу так и правда давайте до 8 сидим что-то произошло нехорошее видимо пока это приз не не знаю что меня слепила но на самом деле неважно да у меня все еще некоторые проблемы с управлением enhanced edition но тем не менее у нас с вами есть доска объявлений нужно ее вы чё тут ребят что такое происходит здесь нам было бы неплохо почитать что здесь происходит вообще предупреждение люди добрые если где в лесу увидите что ветки украшены всякими вкусностями это мы уже читали от хозяина корчмы на корчме в корчме на распутье плати новиградскими кронами это мы тоже читали люди добрые накормила голодных детей тоже читали люди добрые вчера наш фалибур умер мы не можем похоронить его как следует в доме нет ни белой сорт не белой сорочки не полотна на салан не досок на гроб если можете чем-нибудь поделиться помогите пожалуйста если мы не проводим его на тот свет как положено он обидится и будет приходить к нам разыскивается микель брат мой родной микель пропал кто его найдет и целого домой приведет или уже узнает что с ним случилось тому денег на награду не пожалею и барона славичка за это замолвлю найти меня можно у корчмы на распутье бруно предупреждение не распускай язык у деревьев есть уши доброжелатель такой очень оптимистичный доброжелатель но да вот у нас в общем то есть про жену мы знаем про жену помним и микель где-то здесь говорит с бруно бруно находится прям в корчме вот оно как тут в корчме никаких сценок не устраивали хотя могли бы очень даже легко ведьма как вовремя я так понимаю для меня есть работа да насчет брата моего микеля он забрал баб из кузницы и повел их в горы неделю тому как баб из кузницы кузница богатая деревня была пока через нее войско не прошло хаты сожгли кладовки объели мужиков в рекруты забрали но и остались бабы одни ни еды не крыши себе взять их никто не хотел в навигра три данцы их не пустили но так микель повел их старым шахтом там хотят дождя можно укрыться и теперь от них ни слуху ни духу ну ладно поищу твоего брата как его узнать да это не трудно он там на всю компанию единственный мужик иногда останки в таком состоянии что трудно определить пол останки сплюньте самая большая дорогу перепутал ну а если что были на нем опорки из телячей кожи сапожник подошва делал я ему говорил не ходи в них в горы и попортишь только а он ими так гордился этого должно хватить спасибо но информация более менее хотя откроем карту надо все еще прикинуть вообще где и что находится пропавший брат вот здесь погребальные костры это блин жрец вечного огня которому мне надо вообще по-хорошему вставить очень хороших да рассказать агента кендриков в деревне вересковка это нас из наш основной сюжет по моему больше у нас ничего и нет если не ошибаюсь это в виде матчей заказ что самое интересное понимаю значит там что-то не очень хорошее возможно сразу туда идти не стоит да это буквально все что у нас тут есть то есть остальное все это малозначимое что там так ну как идея как идея конечно давайте попробуем найти брата заодно и вот дойдем до товарища жреца закончим тоже задание с погребальными кострами этими чертовыми заодно пару вопросов тут порешаем буквально вопросов вот ну а там будем смотреть потому что задание много надо как-то их более-менее поступательно выполнять как именно ой да ладно еще и дождь собирается думаю вы издеваетесь и я же выключил эту функцию я выключил функцию чтобы можно было открывать тайник где угодно ты чё играю но сидели сумки открывать повсюду я выключил прикольно она не выключилась но отдохни а либо подожди либо просто плотва была достаточно рядом кто же кстати вариант ну окей пойдем так давайте я буду приучаться к управлению лошади более-менее адекватному она больше часть времени скачет сама я не должен ее направлять когда я направляю стиком она ну вот таким бегом бежит и это очень неудобно по правому борту утопсы мало не нас интересует вообще конечно надо утопсов побивать вообще в целом разных монстров потому что ингредиента на ласточку из воздуха не взять а так получилось что очень надо ты что тут твою мать такое на секундочку так миш не надо что это может давай песель ты конечно конечно ни в чем не виноват но опасность представляешь так а что тут произошло то тип она разрушенная деревня ну как деревня скорее даже просто один единственный домик можете выходить я вам ничего не сделаю когда последний раз ела неделю назад ловинку жареной белки а потом еще немного ягод возьми-ка уделись с остальными это нам правда вот спасибо вот вам тогда за вашу доброту ты убьешь всех чудовищ все кукла можно продать торговцам или разобрать на составные части все и больше ничего и иллюстрированный атлас инсектоидов глава глаз чудо из короче ага очень интересный язык ну типа сокращение бестиарий обновлен зажарили собаку все что имеет смысл ну нам причем они смотря они они выли внутренности и задние лапы похоже замечательно вообще они просто бездомные да что ж такое бывает ну вообще если бы можно было я бы им и еды и денег дал ну так получилось что нельзя так плота давай-ка мы с тобой как можно быстрее отсюда свалим мне вот этот миша очень не нравится он прям какой-то нездоровый нельфгарца так пропавший брат а это похоже я знаю что за нет и не 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 тут это другой до тормози поту что ты делаешь что больная пока не очень приспособился ее останавливать она как как-то как танк просто прет вперед и все это не то о чем я думал здесь есть нужно большая сила конечности кишки следы чудовище причем какого какие-то крайне странные следы это не то задание которым я думал хотя может быть она тоже да 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 это она я его помню мне почему-то с ним проблемы были но я просто просто такое помню так слышим нехорошие звуки да давай осматриваться по следам будем потому что следы уходят вдаль следы сами по себе какие-то странные не очень представляю как это могут быть а нет я кажется знаю что это может быть это больше похоже не на что-то с лапками именно как ну с ногами это какая-то более насекомоподобная дрянь причем с большим количеством ног инсектоид короче клинок из бремер ворда писающих серию подожди кровь похоже свежая на тела нет и немного пугает что следы уходят сразу в несколько направлениях это вот бабы судя по всему те самые на что правда не рассчитывали непонятно серебряная руда серебряная руда это круто что она утащила наверх но меня все еще интересует я все-таки сплаваю там пока что тут еще кто-то живет шитарёшь то я зашло он напал на нас боги я не знаю кто это был но он был локти 4 высотой скажи а остальные убиты ведьмак отомсти за них убери эту бестию прошу тебя у меня нечем заплатить но обратный келят проводника нашего он человек денежные холон тебя вознаградит спроси его в корчме на разбудии но я слышу это какая-то одна тварь если это одна тонну наверное больших проблем не возникнет так но это шорткат кстати просто чтобы можно было на просто выход мы тут зашли так на это тварь и судя по звукам где-то там причем блин я что-то сомневаюсь что она там одна так ты да ты валяй отсюда быть я больше здесь не видел оказывается мы могли пропустить целый ящик а тут целый ремонтный набор легкой брони а тут что еще ремонт ремонтные наборы брони по категориям делятся что ли господи я не был к этому готов так чертеж цедорийский комбинезон дробящий стальной эльфийский меч по моему маловато урона 771 я вот с этим проблема я не запоминаю сколько у меня урона 700 ну да 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 абсолютно точно у меня урона будет побольше так но пойдем попробуем во первых круг тут дай д потому что судя по звукам эта тварь где-то вот в этом вот направлении во вторых надо проверить еще это вот подводную тему я не знаю они кстати может быть оттуда-то и лезут на всякий случай твою мать а ну вот вот с этим у меня была вечная проблема да 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 это вот я прям помню это великолепное великолепное мгновение короче найти эту скотину да еще проблемы я уме у меня всегда были с ней проблемы мне кажется поэтому возможно как раз надо сплавать потому что они же получается как они могут оттуда и лезть туда вишенит в разные стороны поэтому скорее всего на и к проверим почему смотри это твари которые под водой и не плавают а ходят опор да кстати говоря в этом моде ну тут можно пользоваться обычным оружием типа топоров и так далее но я имею ввиду не мечами в оригинальной игре тоже но здесь это типа как-то переработан и якобы работает интересней и все равно не значит что я буду этим пользоваться но просто как факт так так аквен все-таки имеет тут тоже до время действия это странно но инсектоиды чё я об этом говорю блин конечно ночным видением кровь мясо пищеварительные соки корм для молодняка глава глаз ядовитый огонь это скоро проклюнуться нужно от них избавиться а так 4 гнезда понял но гнезда это не проблема потому что и гния нам с этим поможет проблема в том что но мы готовы к этому я имею ввиду покажи что умеешь это не выглядит безопасно да абсолютно так ну вроде тварь почти безобидная мать должно быть недалеко да вот это кстати проблема вот с ней бы я не хотел а это тоже гнездо но что мы делаем с гнездами правильно жжем к чертям всем шо их 12 а ну как раз с помощью видимачьих знаков это и нужно сделать все нет энергии вот что самое немного неудобно в плане управления знаками тут как бы нету кнопки для использования знака да то есть я в радиалке то могу выбрать но это ни на что не влияет абсолютно когда используешь знаки вне боя делаешь это не с блока ну не с входом в бог ты держу ты делаешь это с входом в чертова ведьмачье зрение артефакт нужно нам нужен крутой кузнец а крутые кузнецы блин на веграде не знаешь как каков шанс найти нормального кузнеца где-то в велине вообще ботинок с клеймом мастера подошвы все что осталось от тела сам лезешь на меч вот и хорошо ну что паскуда а я к этому готов хотите сказать уф двое сразу то втащил хорошо блин попробую короче с этой большой драться сразу я еще и отравлен да я мёртв не я мёртв я на я я настолько сильно мёртв и от отравления сейчас умру ну да суши а я понял это будет весело надо с мелкими разбираться причем очень быстро очень быстро то есть пока есть мелкие прям проблема они бьют сразу все и они очень быстро снимают во первых квн во вторых ну в принципе хп квн защищает на сто процентов ну окей а у меня масло против инсектоидов а это уже неважно я отсюда не выйду я понял может быть как-то попытаться даже так я я понял давишь их много и тут умереть как бы ну ничего не стоит вообще не это не дело я с ними не справлюсь вот это кстати тоже я боялся ван хан с лишни типа когда ты приходишь в какое-то место но тут же уровня нету и ты не то чтобы понимаешь ты вообще можешь не можешь справиться с противным то есть ты него ты никогда не готов особенно начальных каких-то уровнях сам лезешь на меч давайте вот и хорошо пожалуйста бестиарий прочитаем окей так это инсектоиды на тахарисе мы про них ничего не знаем плане того что можно использовать панцирный гологлаз и логоедка этой знаки против них не то что а вот гологлаз есть обычный дня нету понимаю но вот так с первого взгляда и мне прям хорошо стамина ой-ой-ой нельзя к ней подходить вообще ни под какими условиями блин так арбалетиком нормально нужен новый кв до отвалишь ты от меня излишне агрессия ребята излишне нам это ни к чему он застрял он застрял блин в харисе серьезно убей убей давай гераль давай мы сможем отлично так ну теперь собственно самая большая задница в мире конечно так что мы с тобой будем делать попробуем тебя сжечь и и сдохнем сразу ну да проблема в том что я бы я наверное обходил бы сзади но она слишком резко на меня оборачивается это проблема тяжелые монстры на противниках но у них агрессия излишне то есть я не знаю вроде агрессия стоит оригинальная но они что-то слишком больные в плане того за как они как они идут меня убивать прямо это ну конечно же есть но поэтому стратегия она более-менее блин стратегия более-менее очевидна мне надо как как можно быстрее убивать мелких чтобы они при этом еще мне не не внесли много дамагаем вот чтобы такого не было да примерно потом драться с этой но с ней видишь как я таким образом я отравился простите как это возможно допустим с ней нельзя в ближнем бою вообще драться то есть она она сносит меня с двух ударов буквально причем там квн не квн ей наплевать абсолютно я ни хрена не вижу я понял гераль нету ворота точно стали не такие явно какими они были это прям гарантирую я в этом уверен так быстро так и есть такие сохранится бы сейчас вот сейчас бы сохранится еще застреваю во всем вообще конечно очень очень быстро ну сколько мне еще ждать она очень быстро но вот сзади ее прям самой так не надо к ней подходить в эти моменты пожалуй твою мать да да это идти то отлично нет в целом я вижу когда надо но у геральт ты потерял таргет серьезный геральт пожалуйста не надо так делать мне нужно чтобы она умерла по-хорошему чтобы она умерла тихо мне очень нравится когда ты взрываешься давай ты почаще будешь это делать я кстати сейчас умерла просто до травления но так просто держу в курсе арбалетик то хорошо идет можно просто ее пристрелить да отстань давай 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 квен нужен пены я не знаю мне кажется страничку мру на мне все еще яд шанс того что я не отравлюсь еще раз ну крайне мало поэтому меня очень бесит что геральт застревает буквально во всем просто труп лежит все мы в него короче застопорнёмся почему это происходит а и хочет больше взорваться посмотри не подходи ко мне нет ну нет ну боже мой ну серьезно а хрен но я не знаю что это типа еще делать ну кроме как попытаться убежать я не убегу ну то есть уже всем надо ее каким-то образом убить как это сделать твою мать потому что мне не хватает силы я не знаю я знал что она там да хер там я помню что с арбалет нормально залетает на самом деле продолжаешь на мяч вот и хорошо как на тебя не подействовала игни меня просто тут неимоверно вопрос стоит не на то что геральт прям реально он упирается в буквально каждый пиксель я не понимаю почему это происходит этого просто не должно быть типа в мусоре почему ты ходишь что с тобой типа ну упираться в каждый камень серьезно это ну там по-моему этого не было никогда твою мать женат клеивается долго от противников ну это больше страны стрелять тварь окей бессимия а я не вижу вот вот самая большая проблема с контратаками то что я не вижу ни хера вот темно темно это какая-то непонятная насекомая субстанция которую вот вот пойди пойми реально что оно такое на самом деле и и что она делает в эту конкретную секунду она еще прибывает мне этот клэн я понял я умираю ну да 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 не знаю что уходить уходить от нее надо без понятия уходить вымайнивать мелких ну кстати как вариант я попробую можно даже может быть ирденом поставить сам лезешь на меч вот и хорошо не надо ходить геральт иди давай так смотря ним во первых надо съесть еды мало поможет но все же вот если мелких противников выманить хотя бы по парочке на вот вот это вот уже не так страшно тем более большая сюда не пролезает делится правда я буду наверное три тысячелетия самая большая проблема когда противников много стамина твою мать вот что мне сейчас сделать тут меня нет стамины нифига мне бить буквально нечем так еще и контратакуют ну вот и что ну кроме медитации типа в принципе ничего а сейчас медитировать нельзя потом можно сохраняться можно сохраняться у меня проблема с мечом его кстати можно починить наверное но он как проблема 72 процента минус 105 урона это броня ну вот я могу починить и все будет норм так а почему здесь нельзя помедитировать ну типа можно же вот можно чуть-чуть переждать прокачать кстати навык вот мне ну-ка давай посмотрим кстати отображение ну надо на быстро атаку пишет вот если будет на что-то еще то там не факт странно но работает окей так ну быстро атаку да я прокачаю конечно это мы ничего не можем по знакам тоже ничего зато умение по-моему у меня там было да да второй у меня есть одно очко и второй процент пошел что у нас есть вообще днем вне боя здоровье восстанавливается на четыре очка быстрее секунду ночью в бою энергия восстанавливается здоровье и энергия на четыре повышает уровень здоровья на тысячу когда одновременно активные эффекты еды напитков легкого каждый элемент легкого доспеха уменьшает шанс получить увечья задержку регенерации выносливости на пять процентов каждый элемент среднего до но это пока что бесполезно арбалеты если нет доступных очков энергии знаки будут расходовать выносливость теряешься три процента мощи нет удар по противнику на 10 процентов увеличит урон в ближнем бою на 0,5 секунд интересно уменьшает штраф к мощи знаков при снижении запаса энергии употребление зелья во время медитации повышает токсичность объем сильный сумок боевой транс теперь также увеличивает шанс критического удара на три процента если изучен навык ластерные бомбы не изучен вы можете выстрелить одним дополнительным болтом до того как потребуется перезарядка ускоряет регенерацию выносливости на один бонус выбранного места силы длится бесконечно но одновременно активным может быть только один бонус положительные эффекты еды и напитков действуют на 50 процентов дольше кстати круто улучшает способность метать предметы торговаться на 25 процентов легче каждые 10 секунд любое атакующее действие не потратит выносливости не остановит ее регенерацию ну на самом деле а тут что еще раз каждый элемент тяжелого доспеха на 25 сотых ускоряет восстановление выносливости и на семь с половиной процентов уменьшает порог стойкости при котором неблокируемые атаки не ошеломляют слушайте я бы взял короче либо вот еду либо вот это с нападением давай мне кажется для первого времени возьмем еду да он один из одного потому что мне кажется что это очень даже неплохо вот ну и можно немного пересидеть на мне нет еды а почему на мне нет еды я же в общем тогда когда еда есть она восстанавливается видите вот так вот примерно так окей я надеюсь что у этой скотины больше не будет никаких помощников и что сейчас я просто оторву ей лицо кстати по-моему я иду не туда поэтому обратите внимание что с этих уродов ничего не выпало ну чё подруга поиграем я думаю у нас с тобой будет разговор короткий хотя блин знаешь что а ну-ка иди сюда а ну-ка давай поиграем в эту игру а ну-ка давай я тебя раболетом сейчас просто снесу да иди у тебя сейчас и кровотечение будет ты не волнуйся у тебя вся куда ты выстрелил геральт давай да плюсь меня тоже ты тоже умеешь вот так вот ты даже ничего мне здесь делать не можешь тварь вопрос в том хватит ли мне болтов ты помни было всего 60 я потратил уже два царика это не треть хп да ну и чё там какую-то половину можно будет добить рукой на крайняк и гни так кстати акси на тебя действует как ошеломление а ну-ка твою мать да только сразу выходит она из него понимаешь когда я и убью можете тяжелым заряжать вот не знаю стоит ли того потратить сейчас все болты короче в нее я сто процентов сейчас улучшу навык владения арбалет да дальний бой только стоило сказать у нее кровотечение 7 стаков а ну-ка посиди я потратил на это всю выносливость зараза нравится могу еще раз такте втащить постойка на месте опасную херню конечно делаю да хватит упираться в трупу ну геральт серьезно на твою мать да ладно я я я понял намек 300к отравление это не шутки давай попрощаемся с тобой просто уже и все ты же понимаешь я убил всех твоих детей все пока да удачи зараза я понял короче когда мы идем на виде матчей заказы мы как доказательство когда мы идем на заказ виде матчей мы ну не то чтобы готовимся но но короче да не знаю тяжело тут даже не в подготовке делаем просто в возможностях и по тут было бы неплохо сделать там масло от инсектоидов улучшение знаков чего-нибудь еще ну то есть какие-то бафы накинуть прям такие глобальные было бы неплохо однако при всем при этом при всем при этом нужно иметь возможность сделать эти вещи типа там типа улучшений и всего остального потому что иначе но это жесть я вам и не хотим осматривать так у меня да у меня овердос потому что у меня две реликвии которые нормально так весят трофей висит на плотве один трофей куда-то пропал трофей грифона все-таки неадекватно много весят а глава глаза ничего не весят но поэтому да где трофей за полуденецу я его продал я не помню еще нужно обязательно закупиться едой водой я вот сейчас к первому крачмарю приду и все что и у него есть просто выкуплю потому что опять же важно нужно без этого тяжелого вот тут кстати нет не вот тут а вот дальше во первых есть еще гнездо где-то вот вот это вот меня немного смущает место а тут как будто и будто бы тут что-то есть пример сундук правда ну нагрудник из банарда хорошо может быть может быть даже нацеплю потому что виши ты это еще не конец головоглаза то мы главного тут рубили хорошо только вот это вот куда ведет то в итоге и что за гнезда такие где они это еще одни гнезда я с них что-то получаю вообще точки зрения того стоит сейчас опять связываться с тварями или нет подожди или они уничтожены так они уничтожены так они да они 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 уничтожены странно но возможно их там надо было может уничтожить до того как мы убили королеву а королеву я убил поэтому теперь это ну и видимо да это это имеет смысл окей не валим отсюда все ну вот короче будем учиться будем учиться потому что как я тоже уже говорил тут много многие вещи они сразу автоматически не работают тут нужно к ним подходить с правильной позиции понимать как они работают учиться иначе тут мало чего мы достигнем но пока что проблема с зельями а проблема с зельями заключается в том что нет ингредиентов а только что я убил огромное количество голова глазов и из них ничего не выпало например ну то есть я пока что не вижу насколько я виноват в проблеме которая у нас имеется с теми чертовыми блин ласточками причем ласточка тут не то чтобы поможет прям сильно это тоже надо понимать потому что ласточка она хоть и будет меня хилить все дела но во первых это нельзя пить во время боя во вторых даже с подготовкой скорее всего она не будет компенсировать урон некоторые которые я получаю так что не надо 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 смотреть какие еще зелья есть то есть тут все все на этом завязано а вот изначально когда я говорил про то что вот мне кажется этот мод чертовым драк соусом я имел ввиду вот эту идиотскую позицию того что временами особенно в начале когда ты ничего не понимаешь ничего особо не умеешь случается такая интересная ситуация когда ну ты просто начинаешь переигрывать один и тот же момент снова и снова пока не убьешь противника то есть это вот как раз в этом я увидел dark souls только если dark souls на этом построен то это ведьмака он немного немного по другим принципам работает скажем так вот а мы сейчас с вами почему-то сейчас мне не показывается второе задание но тем не менее давайте-ка мы это кто такие не враги надеюсь да просто из-за того что плотва рядом была видимо я не мог но я открыл смысле сидельную сумку но пошла я думаю мы сейчас ходим вот в направлении вот вот сюда потому что там товарищ очень сильно хочет огрести он подумал что меня можно обмануть он подумал что мною можно воспользоваться однако мало то он знает кто я нахрен такой вообще очередное поле битвы вот так вот надо делать чтобы тормозить там квест а чтобы тормозить чтобы тормозить надо надо левым стиком это делать так товарищи я конечно ни на что не намекаю но вы охренели по моему как дела ведьмак ты выполнил задание почему только сейчас жрецы вечного огня заинтересовались судьбой павших церковь вечного огня заботится прежде всего о живых ты не представляешь сколько работы было у нас после битвы нужно было заботиться о раненых поддерживать дух беженцев проповедовать учения собирать подати чтобы люди без вас делали я позаботился могилах это было очень интересное задание один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым что ты имеешь ввиду торговец фиштахом выжил рассказал мне очень интересную историю я с удовольствием выкуплю ее у тебя личное владение меня можно нанять но не купить что же в любом случае дешевле всего будет тебя убить взять его он конечно ведьмак но втроем то мы справимся мужик ты ты не представляешь во что а его что увязываешься пытаюсь их все взять в торгет какую-нибудь давайте 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 блин что ж ты господи как же это великолепно работает а здесь таргет таргеты работают для кого мыши это отвратительно я просто теряюсь в противников я не могу между ними нормально переключаться а еще вот когда мне бить вот это вот это я прям вот искренне не понимаю когда я должен бить противников они все втроем бегут на меня одновременно единственное единственное что я могу сделать чтобы выжить нормально это короче ну блокировать все время но это же не выход как дела ведь это же вообще не выход очень правильно нужно вот это прям блин гемор такой что не нравится на меня что еще он бьет спину просто убить одного сразу сейчас остальные почему-то видишь игнорируют ну то есть них очень странный формат поведения ухты блин зараза такая живешь так долго я закончилась охренеть они выживую просто же живые смотри на нее куда ты к нему я понял геральт вообще не за того то геральт зацепился что с вас взять можно хотя бы или ничего нельзя вот с этого придурка можно что-то сгрести но деньги у него есть да кстати об этом а мне нужен оплотвал для этого кстати об этом скажите ко мне ну вот да вот теперь могу открытый ник что там за бронёй подобрал тяжелый доспех расход выносливости минус 8 процентов скорость минус 6 процентов регенерация выносливости однако здоровье сопротивление урону это все идет я уворачиваюсь мало поэтому мы конечно с вами наверно будем все-таки именно на тяжелом как я уже и говорил изначально я буду больше на тяжелую историю переключаться потому что она для меня более интересно к тому же это реликт тому же ношение полного комплекта тяжелых доспехов дает 20 процентный шанс ошеломить противника при блоке его атак интересно вот показывается почему-то блин мне не хочется тратить но она показывает что типа на минус 110 до а легкой брони мне тяжелая типа нвм она все равно лучше чем моя очень мой доспех из кайр морхина так как а какие то еще есть там может быть сапоги нет перчатки балты надо забрать не знаю почему они лежат у меня в плотве мечи надо отдать плотве как и доспех из кайр морхина что еще у меня есть такого не особо нужного ничего в принципе да так как тут вот как-то так мечи у меня все похуже будут но они слушай они на самом деле 687 839 687 839 а он буквально такой же как мой серебряный но вот смотри сейчас у меня тяжелый доспех который намного тяжелее намного чем был из кайр морхина доспех плюс к тому же мы пошла будем двигаться медленнее надо проверить насколько то есть у меня потому что риф выносливость штука конечно интересно однако я не то что выворачиваюсь прям много я пытаюсь убегать периодически да но если мы смогу просто больше урона впитывает ауки я больше по блокам вот здесь я скорее всего буду больше в блоках именно поэтому мы делаем именно тяжелую броню будем разбираться сейчас грамотку не желаете дешевле чем у меня не найдете что еще за грамотки вы ничего не знаете и данцы заняли все броды на понтере без подорожной грамоты никак не проехать но вам повезло у меня как раз есть несколько на продажу за столько я куплю золоченую карету а сам оденусь родовидом если у вас денег не хватает так что поделаешь ладно не договоримся подождите может у меня для вас найдется работа а за работу выпаду вам скидочку я должен еще подумать бывай я не люблю таких подозрительных типов мне поторговц какого-нибудь надо в деревню вернулся причем в любую типа я не знаю либо тут как раз наверное пойдем в ту хорошему где начинали сейчас заберем во первых награду за брата найденную ой гу линия ребят я бы конечно вам с удовольствием помог но во первых у меня естественно не заплатите но во вторых слабоватый сейчас для этого очень сильным так и так доберусь или нет нет надо было по-другому вот поэтому надо сейчас будет восстановиться на купить еды она там есть у меня какая-то типа молоко но надо чтобы было много чтобы хватило на на будущее в том числе поэтому я прям закуплюсь восстановимся и надо как-то проверить доспех теперь помедленнее это было чертовски веселое задание конечно я все все понимаю но мне безумно понравилось прям просто 10 из 10 можно пожалуйста больше не надо привет меня плохие вести твоего брата убил глава глаз единственное утешение я за него отомстил тоже мне утешение ведь говорил я ему микки чего рвешься чужакам помогать сиди на жопе ровно не то беду накличешь ну чего ты тут торчишь чужой бедой питаешься нет я питаюсь кашей с маслом как и любой другой так что заплати чтобы мне было на что ее купить я бы тебе заплатил если бы ты мне микки для живого привел я рисковал жизнью хоть что-то мне за это полагается на иди отсюда умный такой 22 кроны зашибись ну судя по всему как раз на еду мне сейчас это и будет деловое просто вообще красавчик я бы что-нибудь выпил что у вас там есть вот видите типа вот вроде лавка да я как бы вроде по идее могу торговать как будто бы из тайника тоже ну видите где-нибудь здесь тайник мне не показывают все предметы которые у меня есть есть кнопка сортировать тайник и он вейт а вот переключение идет все тогда нормально тогда хорошо единственный оценник не вижу 0 ну да этот не купит естественно ничего из этого но это нормально так хорошо все окей я понял как пользоваться нормально торговцами просто этому нигде не обучают надо увидеть причем это переведено как сортировать тайник гениально так что у нас по еде вообще есть у нас есть яблочный сок печеное яблоко и хлеб не а у него карты для гвинта есть причем дешевые такие 10 20 нильфгардская тут хорошая за 50 суши и я но это нильфгард нильфгард это все нильфгард я куплю тебе все эти карты окей так что еще у тебя можно взять такого из еды полезного хлеба печеная картошка вот все что вот есть давай прям сюда так но все что со спиртом связано наверное нет меня больше интересует обычная какая-то обычное питье вода сок вот малиновый сок бутылка воды все достаточно на самом деле да однако место закончилось но ничего страшного сейчас мы с этим разберемся окей спасибо почему барона называют кровавым с этим наверняка связана какая-то история когда он еще был солдатом ему приказали занять красильню в которой засели нильфы другого может взял их измором но барон человек вспыльчивый тут же и ударил черные сдались и барон их взял живьем но кто-то разбил чан с красной краской и все вылилось в реку потом люди говорили что река кровью окрасилась потому как барон всех вырезал с тех пор и прозвали его кровавым ирония судьбы ну недели раньше на малом острове бароны правда устроил резню только об этом мало кто говорит барон же не местный тимерец но не отсюда говорят он дезертировал вместе с войском однажды заявился суда со своим отрядом должно быть надоело им скитаться занял замок старого владетеля и стал господином во вроницах я думаю как черный здесь обоснуется то оставят вронится ему и станет он настоящим бароном прощай причем буквально прощай не знаю вернусь ли я сюда тут вроде как больше делать нечего под вам мне срочно нужен какой-нибудь торговец типа кузнеца бронника просто типа есть некоторое снаряжение которое мне уже не нужно и уже за сколько не будет надо его продать правда так теперь у меня них нет места до в инвентаря это все из-за того что у меня броня теперь тяжелая да на мне как минимум но еще болты что-то весят то есть если десятку нет это весят 1 все 10 весят 1 значит от того не стоит хочу мне выкинуть то еду хочу сказать 11 лол то есть каждая бутылка весит 1 потрясающе это что яблочный сок 9 бисок поживу такая пока тут поставлю себе водички хлебов качо у меня алхимических ингредиентов то нет на зелье а конечно будем так так вот да нужен какой-нибудь я не знаю кузнец бронник вот кто угодно кто будет чем-то торговать ты кто просто крестьянин да чтобы просто продать ему потому что в плотве смотри сколько всего интересного есть ну типа мечи броня про реликта я не говорю но вот все вот это я бы скинул даже если дешево плевать то есть надо просто скинуть так что имеем мы дальше наделим нелин гвинт что ну собственно нам только надо помочь получается жене спасти жену найти жену однако я бы все-таки хотел проверить броню проверять мы будем очень не очевидным способом что у меня там по здоровью кстати подозреваю что ничего почему я что-то выпил если нажал наверх вот теперь будем хилиться я просто здоровье это не самая сейчас сильная сторона куда ты драпанула то скажи мне как али ну что вы тут встали то твою мать я не понимаю придурки блин просто стоят на выезде просто повозку две лошади людям типа не надо никак проезжать гениальные вообще я хочу проверить скорость атак может быть даже огрести немного тут вон он тут слева какие-то что это волки собаки а это вашему вниманию представляются бандиты но нет ну собаки ну серьезно иди иди сюда а и теперь теперь абсолютно все я понял слушай ну скорости правда упала однако обратите внимание что здоровье прям прям усилилась причем нормально так усилилась ну претензий нет если у меня несколько раз ударь они конечно слабенькие здесь да это тоже нужно понимать но я бы не сказал что я не доволен у тебя сегодня плохой день ну хп конечно падает но уже не так явно все их тут было двое палаток во первых три во вторых они не маленькие вот там и правда внизу кто-то есть слышь или это или это не человек это человек товарищ я хотел с вами поиграть единственное что ты типа ну не да имеешь некоторые более нато товарищ стопором не убиваются они здесь его блокировать просто бесполезно от него надо ну слушай ну смотри минус 8 процентов однако у вороты все еще валидно против тяжелых противников то есть то что я не могу заблокировать я мне кажется спокойно могу ворачиваться ой да догорит у интересно в этом плане интересно но работает то есть я наверное никогда мне не понять математику этого но вот сам принцип он нелогичный 2 меритовая бомба и мире твоя бомба это хорошо и все все ради чего мы сюда пришли но для тренировки это было более чем ласточки на траву по-моему это по-моему я могу сделать ласточку одну мне кажется одну точно могу так ну он давай сходим сюда сюда мы не припеваем по-человеческим вот но вопрос еще за это проверим вот единственная до выносливости получается меньше у меня но тоже не знаю насколько это критично все короче на практике надо выяснять здесь просто все на практике стоять надо собирать да нет они хреновые ингредиенты скудные ему тут если сейчас взять скудный источник да загрязненный эфир но это ингредиенты это водяная баба но это все равно ингредиенты не надо его недооценивать он равно рано или поздно понадобится скорее всего а я понял ну вот уже уже что-то что можно назвать броней единственное конечно это это скотина да зараза ты не наносишь мне уроды и грязью скотина иди сюда вот я сейчас я нажал на уворот и снял за этого клэн крут круто работает механика великолепно считаю вообще ты заколебала какая ты мерзость конечно отлично но я так понимаю сейчас я нафармлю и буду делать из этого зелий так глиф ремонтный набор средней брони мне нужно тяжелая мне нужно тяжелая а может мы кстати тут же средняя броня еще есть типа прикол в том что в оригинальной игре это как бы тоже тут все делится на почему ты этой аму потому что малиновый сок все правильно в оригинальной игре это тоже все ресурсы вся броня она делится тоже на среднюю легкую тяжелую это ну это не это не что-то новое однако мод это то мне кажется лучше раскрывает вот так вот так мы сейчас с вами пойдем ну наверное сюжет я думаю что надо немного продвинуться по сюжету где платва там моя то я без нее не доберусь ну все-все-все вперед плотва доберемся сейчас до связного хотя бы поговорим с ним уже будем смотреть что дальше делать к тому же там рядом товарищи у которого жена пропала которому надо там помочь тоже не забываем дорога какая но я так понимаю при первой большой развилки поворачиваем направо почему платва не надо не сворачиваясь пути все нормально мы пробегаем их мимо они нам не нужны тут немного противная территория тут лишь болото вот велен он местами очень симпатичный но блин болото просто просто чертово болото право налево тьма великая настанет везимой целые деревни стакановалы больных живьем надо красному бар правому барону а чё тут у вас происходит пошел вон отсюда бандита мародеры надо к кровому барону попасть у него там кузнец есть он конечно не самый великолепный понятное дело но что-то хотя бы умеет он хотя бы кузнец и он мне у меня купит какие-то вещи странный воздух как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб это дымка это собаки собаки это броня позволяет мне идеально по моей стратегии играть просто впитывать не подходи спокойно все уже кончилось да кончилось только как прежде уже не будет никогда этого не забуду я ищу человека по имени гендрик он живет в этом селе уже не живет схватили его в той хате если бы вы слышали эти вопли господин мой если бы вы только слышали как человек может кричать и что тут случилось говори по порядку забрали их всех забрали солнце заходило а оцвет алый был как кровь я подумал еще странно даже лягушек не слыхать а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И что делать, спрашивается? Вокруг следов лёд... Правда, что ли? Не, мужик просто выдумал дикую охоту... Ему показалось... Будет прикольно... Пошутить... Его пытали... Может, они что-то пропустили... Обыщу его штаны... Не гнуться... Словно мокрые портки на морозе сушили... Может, он что-то спрятал в кафтане... Холодный как лёд... Ничего здесь нет... Проверю в башмаках... Засохшая кровь... Он спрятал в башмаке... Ключик... Где-то должен быть замок от этого ключа... Сквозит... Похоже, под развалюхой есть ещё помещение... Надо бы тут прибраться... Хм... Интересно... А там что-то есть в этом интересном? Кроны... Слушай, нормально так денег наваливают? У меня уже, ну, 830... Это мы там потратили... Это кто? Пропала... Тамара Стенгер... Дочь кровавого барона... Возможно, похищена... Богатое вознаграждение любому, кто найдёт или привезёт её... Учётная книга... Плата за мешок зерна... Счёт за древесный уголь... Гендрик выдавал себя за торговца... Здесь что-то ещё... Заметки, спрятанные среди щитов... Ловко... Какие интересные заголовки... Разыскиваемое... Объект появился на Скеллиге... Также его видели в Новиграде... Внешний вид не изменился... Серые волосы... Шрам на лице... Контактов с людьми избегает... Пьяный кабан... Так называемый барон... Приютил объект в замке... Точнее, в захваченной крепости... Причина неизвестна... Поговорить с бароном во Вроницах... Ссора с ведьмой... Объект оказался на болотах... Столкнулся с ведьмой... Конфликт... Причина неизвестна... Разыскать ведьму... Поговорить с мужиками... Село Подлесье... Надо быть осторожней... За мной наблюдают... Не знаю, кто это может быть... Пес убежал... В ведре замерзла вода... Странное зарево на небе... Мужики говорят, это... Плохой знак... Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Сири... Потому его и пытали... Я опоздал... Единственная ниточка это барон и какая-то ведьма... Зараза... Угу... Теперь у нас появляется сразу несколько заданий... Это кровавый барон отправится в замок барона и найти ведьму самостоятельно или расспросить о ней жителей Подлесья... Урабатывать будем зацепки... Так, и где все это находится? А это замок кровавого барона? Я не помню карту уже... Настолько сильно оказывается... Так, ну а про ведьму мы еще поспрашиваем... Окей... Здесь что происходит? Господи... Эээ... Хорошо... Так... Я вот думаю, надо, наверное, перед тем, как мы отправимся к барону вот сюда вот сгонять... Что-то есть здесь интересное явно... Не могу я такое упустить... Давай, плотва... Нет, но да... Мы определенно, я думаю, сначала сходим к барону... Потому что, во-первых, это какое-то конкретное место, в отличие от ведьмы... Во-вторых, у него есть абсолютно все, что мне нужно... Эээ... В небольших дозах, правда... Но у него есть кузнец... У него есть торговцы... То есть... Я смогу избавиться от многих предметов, которые лежат у меня в инвентаре без дела... Я... На данный момент я просто об этом мечтаю... Я не знаю, будет ли это стоить... Много... А кто? С ней я уже хотел сказать в сражении... С чертовым... Кем бы ты ни был... А можно я просто заберу... Нельзя, да? Или... Василиск... Угу... Нет, мне товарищ не по уровню... Абсолютно... Окей, мы туда не идем... Видишь как? Все надо на ощупь, типа... Либо ты просто умираешь... Не, это я не убью сейчас... У меня недостаточно опыта... Ни опыта, ни урона... Ничего мне не хватит для того, чтобы убить этого Василиска... Я ему просто урон не наношу... Окей... Вопрос только где было сохранение... Ну и да... Я... Я в общем-то так и подумал... Слушайте, ну окей... Тогда... Сейчас попробуем сходить... Там левее просто... А потом к барону... Хотя еще надо жену найти... Там деревня соседняя прям... Но все равно броня неплохая... Я ее все еще испытываю... И принцип ее работы... Но вот мне... Более-менее нравится как это... Реализовано... То есть да, она тяжелая... Но я не чувствую, чтобы я значительно медленнее двигался... Прям... Там 8%... Это во-первых... Во-вторых... Мне... Нравится как у меня теперь работает здоровье... Не со всеми противниками... Как мы только что узнали... Но работает... Поэтому круто... Я не до конца уверен... Готов ли я... Ходить в тяжелой броне... Уже прямо сейчас... Постоянно... То есть... Может быть имеет смысл найти легкую... Там или... Хотя бы среднюю... На данный период просто... Это охотничьи земли гарпи... Я, наверное... Я, наверное... Нахер отсюда, да? Это что вообще такое? Это просто охотничьи земли гарпи... И мы... Давай, платва, давай, давай, давай... Нам гарпи сейчас не интересно... Слишком стрёмно... Они слишком сильно... Они возможны сильно... И не хочу с ними пока что иметь дело... У них там ничего нет... Кроме одного сундука... Однако... Тут есть... Что это? Спрятанное сокровище... И это... А... А гарпи им плевать... Что я не хочу с ними сражаться... Я понял... Ну давайте... Снижайтесь... Это не верно... Ну да... Лежать... Давай, Геральт... Как же ты долго перезаряжаешь... Это арбалет... Просто при всем при этом... Видишь... Я пользуюсь быстрыми атаками... Они тяжелыми... Тяжелая? Ну да... Хрен я ее убью... Понятно, короче... Окей... Мы на вопрос пока что не идем... Это абсолютно... Бесполезная практика... Ты просто натыкаешься на противника... Которого не можешь убить... И до свидания... Да... Вот это... Вот эти мне моды очень сильно не нравятся... Конечно... Ну то есть... Типа я не знаю... Надо как... Надо на чем-то расти... Надо получается... Фармить большое количество... Мелких противников... Которые ничего не могут... А... Всяких пока что там... Виверных и всех остальных... Вообще не думать... Даже не пытаться как-то на них быковать... Не знаю... Это прям вот... Короче... Такое... Ну я говорю... Есть плюсы... Есть минусы в моде... Но просто вот то как работает прокачка здесь... Мне прям очень нравится... Прокачка... Предметы... Вот это прям... Очень хорошая система... Которую я бы очень хотел просто добавить в... В ванильную игру... И чтобы оно в нем было... В ней точнее... Давайте к барону... Давайте пока что к барону... Я думаю надо у него просто пока что передохнуть... Подготовиться к каким-то дракам... Я не знаю... Может быть у кузнецов... Или у бронников купить новое снаряжение... Потому что мечи у меня тоже... Ну скажем прямо не самые лучшие... Особенно серебряный... Потом уже пройдемся и по дополнительным заданиям... И жену в том числе поможем найти товарищу... Лагерь бандитов... Я к вам еще ребят вернусь... Не думайте что я про вас забыл... Сомневаюсь что у вас что-то есть... Ну я вернусь... Обязательно... Просто сейчас нужен отдых... Мы типа убили просто королеву главоглазов... Ну я так напомню... И все еще не было никакого у меня отдыха... Особо... Теперь помедленней... Можно... Обычный свободный вход у вас тут... Кровавый барон... Ну до него еще надо конечно там... Я не знаю... Добраться... Чтоб с ним поговорить... На темы которые меня интересуют... Ну вот замок... А ты любишь сверчков? Так и вот я уже вижу продавца... Теперь пойдет с веревкой бежать? Самогону желаете? Поздного сыру... Товар у меня немного... Но все отлично... Покажи мне свои товары... Религия и жизнь... С каким-то квестом. Окей, куплю. Так, карта у него тоже есть. Огненный Скорпион, Бригада Импера. Некоторые вещи уже есть, но вот, например, Альбрыха этого нету. Огненный Скорпион этого нету. Я даже не то, чтобы планирую играть за Нильфгард, но... Чисто во имя коллекции. Продаем ли мы куклу? Нет, наверное, ничего не стоит. Вот трофеи, да. Ну, но... Продайте трофеи правильным торговцам. За хорошую цену. Этот возьмет 24. А за... Поуденицу он возьмет 12. А Грифон надо сначала с плотвой стянуть. Так, ну нет, эти вещи буду, понятное дело, другим товарищам продавать. В Гвин сыграем? На десяточку. Предлагаю перегинуться в карты. В Гвинт. Попробовать хочу, не знаю. Давненько мы не играли. Ну, командирский урок тем более появился. Можно сразу Нильфгард настроить. У меня тут есть некоторые карты. В принципе, все. Но мне не хватает в любом случае, просто чтобы... Плюс-минус готовая у меня была колода. Все по одному, да? Ну... Ясное небо можно два, я тебе лучше не спамить погодными картами. Скай-то Эликс... А, ну тут... Можно просто подготовить в этом плане все карты. Два ясных неба. Остальное по единичке. Вот, ну, пока что за Королевство Севера, да, мы играем. Не думаю, что у него сильная колода будет. И мне очень нужен Стеннис. Прям must have. Зараза. Ну, нет Стенниса. Но у него, мне кажется, такая прям слабенькая-слабенькая колода. Типа, ну, откуда просто взяться-то? А, ну, заодно, да, но у него есть Тайлерс, типа, шпион у него есть, конечно. Мне, чтобы сейчас шпиона вытянуть, короче, надо застрелиться, наверное. Типа, мне просто повезет, если мне выпадет шпион на втором раунде. Математически-то я пока побеждаю, а вот. А если... Вот так? Это давать мне раунд не хочешь, зараза, да? Ну, давай все карты солью, не знаю, но это... Странная позиция у тебя, товарищ. А ты думаешь, я не использую мглу? Ну, я бафну своих. Ну вот, он готов сдаться. Однако, у него на две карты больше. Я-то, конечно, пасую. Сейчас мы еще доберем. Стеннис, стеннис, стеннис. Вот тебе и стеннис. Ну, а сейчас она еще поднимет какого-нибудь... Кого-нибудь посильнее. Пас. Пас, пас. Не могу без шпионов. А, ну, этим... Ну, ладно, я понял. Не, я не могу без шпионов. Очень тяжело без шпионов играть. Когда такая колода... Ну, вот первое время Гвинт работает на чистом рандоме, на самом деле. У него все равно два. Вот прям на чистом. То есть, выпадет тебе стеннис, не выпадет тебе стеннис. У тебя будет шпион, не будет шпиона. Какие карты... Особо карт в принципе нет. Ну, поэтому... С большими шишками мы сейчас и не играем. Я так просто пробую почву на уровне. Там, попробовать... Давайте поиграть. Хотя бы на десяточку, а там уже посмотрим. С более крутыми товарищами нужна колода посильнее, понятное дело. Стой! Кто идет? Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную карту. Королевну Царро. Я же его знаю. Ты ж давеча в корчмена распутье проставлялся. И собирался идти своей дорогой. Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота. Сугубо правильная позиция. Ордаль. Ведьмак к барону. Только тихо. Понял. Понял. Ты в Тимирском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше Тимирского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Сбириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Тимирию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да. Команды. Твои дружки давно уже добычу поделили. По крайней мере, я бы так сделал. А ты сиди тихо. Силы на казнь прибереги. Вот в Изиме были балы. Танцевал я там пару раз с моей Анною. Как мы там кружились? Раз, два, три. Раз, два, три. Хватит. Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай. У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Я. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня. Лучшая в велине. Отсожгли ее до основания, сукины дети. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. Да, мы не можем использовать рюкзак, накладывать знаки, а еще и... Этого еще не хватало. Не уверен. Еще и не уверен, как работает баланс на Цири, кстати. Я даже не подумал об этом. А, понятно. О, понятно. А, как круто. Отлично. Это будет весело, ребят. Просто Цири же, да, у нее же свой баланс. Она же, ну, вообще никакая. А я думаю, что, в принципе-то, разработчику моду на это наплевать абсолютно. И поэтому она... Огребает. В общем. Ладно. Типа, сейчас опять блоки, я думаю, и... Как-то выкатим. Этого еще не хватало. Надо уходить. Легко это не будет. Так-то все, что она может, это увороты. Слушайте, ну я не наношу урон. А они меня убивают, типа, с трех ударов. А, ну у меня хп восстанавливается. Смотрите, как быстро. Компенсация такая. Нормально, нормально. Можно с этим работать как-то. Можешь слезать. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Скажи лучше, где ты живешь? В Залипье. Там бы тебе все раны залечили. Неплохая мысль. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Ты такая уверенная, а я вот нет. Так, многоватого здесь. Но пока блок работает универсально. Ё-моё. Ну вот, типа. А! Уже просто и не блокируют. Ну вот да. Их просто дохрена твоим. Их просто слишком много, чтобы что-то с ними делать. Местами автор мог бы, в принципе, и в жопу свою механику засунуть, мне кажется. Как минимум с цири. Просто ну что? И вот их 16 штук здесь, что мне. Я хотя бы блокирую со всех сторон, да. Но вот я потерял таргет один раз. Один просто, на секунду. Всё. Ничего я не заблокировал. Получил всё в лицо. Весело, офигенно, не считаю вообще. А, нет. В спину всё-таки они... Это бы вроде... Врон по области более-менее работает. Ты убегаешь от меня, я не понимаю. Такая интересная тактика. У волков. Меня атакуют исключительно те, на которых я не нацелен. Это нормально? Исключительно просто. На кого нацелен, тот убегает. Он кружит вокруг. Он всё, что угодно сделает вокруг меня, но он не будет меня бить. Что за идиотическое построение искусственного интеллекта, я не понимаю. Короче, блок срабатывает с любой стороны, кроме прям, вот я так понимаю, прямого попадания по спине. Прямое попадание по спине я не могу его избежать, к сожалению. Ещё цири не дотягивается. Куда ты собрался? Куда ты собрался? Я тут недавно просто вспомнил, что цири-теймба у нас. Можно выходить. Ну ты, храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой... Мой умеет гораздо больше. Пойдём. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, всё ещё влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Рёбра пробили лёгкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то её отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там! И не подглядывай! Костный мозг высосан. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волковак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападёт? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. Проблема только с этим маслом. Совсем небольшая. Вообще, не, я не понимаю. Один момент. Вот у Цири так... У меня нет серебра. Почему у тебя никогда нет серебра? Женщина. Ты такая... Такая интересная вообще. Да вы разбежите, что ли, ради приличия. Я не знаю. Я не знаю. Круто вам стая волков, когда кружат надвое просто так. Цири не дотягивается принципиально, похоже. Я пытаюсь, правда. Но не попадает она. Блять. Господи, вот это такой дебилизм, конечно. Она не попадает. Вот очень странно ведет себя. Очень странно ведут себя мобы здесь. Очень прям... Но она по ним не попадает, потому что Тут немного переписана система ближнего боя в целом. А вот, типа, какого хрена мне тут делать без... Ну, то есть, я у Цири и все. Три удара, а их, блин, шесть. Или сколько их здесь? До хрена. Прячься! Быстро! Не знаю, прям сказать, что раздражает, ничего не сказать. Тихо! Мы... Цири не рискуем. Ну, в смысле, немного, да, но... Ну, не надо. Да сейчас не стали, смотри, сейчас как-то и разбежались, и... И даже игнорировали меня какое-то время. Очень странно. Часто родители детей на сладкую тропинку посылают. Можешь выходить! Как дых пор... Хм... Брюхо все разодано. Когти очень мощные. Волки бы так не смогли. Вообще, я думал, что я печень соберу, но... Все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемера. Учитывая, какие сильные волки... Волк-авак сейчас будет убивать меня с одного удара. Я просто не удивлюсь. Тихо, мы не падаем с обрыва. Гретка, ты где там? Спасибо хотя бы за дэши бесплатные. Через пещеру? Допустим, через пещеру. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Волчи, король. Теперь ты мне веришь? Верю. Прячься. Я бы только это... Ё-моё! Продвиги! Продвигайся. 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 Ну, ну ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, влезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из-под леса. И это чудище на нас напало. Я-то сбег, а Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст? За убой волколакота. Ну ладно. Веди к своему хозяину. Ну ладно. Я сейчас... Продолжение следует... Продолжение следует... Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать не дурно, а? Гретка за печкой, а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо, ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, а это уж совсем другая история. Что стало с той девочкой, которая с ней пришла? С Греткой? Ничего, она здесь помогает на кухне, вон. Мне не хотелось ее домой отсылать после того, что Цири рассказала о ее родителях. Тут у нее и стол, и дом. Не пропадет. А что с Цири? Я же тебе сказал, это совсем другая история. Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате, но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Никаких. Кроме моего слова. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть пускай его никто не трогает. Чего пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуне. Акспу землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика. Вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичьё всякое там недоёбки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Всё было как обычно. Ну, мужики раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там ещё какую-то девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины? Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит в таком? У них тут было всё, что душа пожелает. Перепёлки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам. Не докучали? Не-е-е. Они те ещё разбойники, но своё место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого всё ещё мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашёл или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Всё равно дверь открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене олень и нога, и... Знаешь, что спросила? Понятия не имею. Папочка говорит. А у этого оленя попа за стеной... Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли! Отсука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай тут бардак. Когда они вернутся, пусть всё будет так, как они оставили. Деревянный подсвечник. Ножка сломана. Всё как было? Ладно, хорошо. Не буду брать кольцо. Свежие цветы. Он что надеется? Что они могут вернуться в любую минуту? Стена другого цвета. Будто ещё недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Барон и его жена. Выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны? Так это же... А, это шкаф. Я просто думаю, это же не стенка. В смысле, не в ноль. Интересно. Похоже, эта деревяшка ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм... Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу ещё следы. Глубокие выщерблены. Должно быть, били чем-то тяжёлым. Чем-то вот этим. Словный подсвечник, пятна от вина. Кто-то разбил бутылку. Эрвелюс из Тусэнта. Хорошей выдержки. Долго не выветривается. Интересно, куда ведёт след. Так тебя через пятак. Так, вот я хочу ещё вот эту комнату осмотреть. Что тут может быть? Благовоние? Сосуд благовоний и старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает? Анис, сандал и что-то ещё. Шафран? Мы как одна семья, поддерживаем друг друга и помогаем друг другу пережить тяжёлые времена, справиться с прошлым. Ибо у каждого из нас есть своё прошлое. Стоит ли копаться в чужом? У нас правило, мы не спрашиваем больше, чем человек сам о себе хочет поведать. Прошлое для нас не имеет значения, только будущее, в котором мы намерены бороться со злом и несправедливостью. С противоестественными и отвратительными практиками. Следующую книженцию потом прочитаем. Там просто ещё тоже квест какой-то будет. Так, тут везде золотые кольца? Конфета. Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают булавки, чтобы причинить кому-то вред. Ну тут, кстати, тоже благовония, я так понимаю, они оба, да, ведут в одно и то же место. А, нет, смотри, вино вот здесь у нас. Чёрт, след обрывается. Но можно поискать здесь что-нибудь ещё. Еловая деревяшка. И пахнет можжевелым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, отчего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Выпускай, урода! А благовония ведут в подвал. В смысле, не о чём. Ага. Ключик у нас есть. Эк, чё это такое? О, господи. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и до Велена. Молитва. О, вечный огонь, озаряющий души и дающий свет. Согрей нас теплом твоим. Осуши слёзы наши. Спили врагов наших. Окружи друзей наших заботой у твоей. Пошли здоровья матери моей. Накажи отца моего. Помоги мне исполнить то, что предназначено. Короче, дочка вставала, да? Дочка вставала магию. И, возможно, от этого же грибла. Единственное, чё-то, по-моему, барон забыл упомянуть, что у них тут, короче, не то, чтобы самая показательная семья была. Было бы неплохо об этом узнать. Подожди, а он... А, вот он. Сел в тёмный уголок. Ну как, уже осмотрелся? Я нашёл куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, её использовали для обрядов чёрной магии. Откуда она у Тамары? Чёрная магия? Ты сдурел, что ли? Я её сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту, Трис Миригольд. И сказала, что хочет куклу. Ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Но я взял и сам сделал ей эту игрушку. Так это должна была быть Трис? Безобидно, кукольник из тебя говёный. Я поглядел бы, какую бы ты куклу сделала из кусочка дерева и пары тряпиц. В комнате я нашёл следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чём? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они ещё дрались. Я не... Не знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Я пьян был и ничего не помню ей. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живёте. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Здесь повсюду несёт вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Какая пьянь. Ты даёшь своим людям эрвелюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое-то имеет значение-то. Тут вином везде несёт. Узнаёшь этот медальон? Хм. Да. Анета носила его в последнее время. Ты знаешь, откуда он у неё? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудила. Живёт недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья ещё есть в подлесье. Но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим выражаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца Сетиры. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебётся. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Короче, да, я понял. Тут каждая развилка делится ещё на несколько развилок. И надо буквально каждую ветку исследовать досконально. Причём каждая ветка предполагает достаточно серьёзный процесс. То есть прям расследование. И какой-то свой отдельный сюжет. Ну окей, так, сейчас ещё комнату Цири осмотрим. Потому что... Здесь ночевала Цири. Такие штаты тут есть. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот грядка... Моим дорогим друзьям Филиппу и Ане от графа Легевра, министра культуры Королевства Тимирии. Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа, направленной против другого. Удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятий на самого себя или на находящиеся поблизости неодушевлённые предметы. Последствия подобных происшествий трудно предугадать. Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами. Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий. Мадам Амелия Веракрус Леон рекомендует как минимум следующее. Очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и гармонии тела и разума. Вы с Цири же разговаривали? Ну да. Она не говорила, например, куда собирается или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку. Только ты здесь, значит, тебя она не нашла. Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Цири хотела помочь какому-то другу. Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему. Она сказала, что он угодил в переделку, а она должна его спасать. Это не твоё? Волчок! Где ты его нашёл? В комнате Цири. Мы играли там иногда. Однажды мне было очень грустно, и Цири вырезала мне волчок. Жалко, что я пришлась уехать. Ты не знаешь, где Цири? Нет. Однажды, когда я принесла ей завтрак, её уже не было. А барон сказал, что она уехала. Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала. Но он сказал, что я маленькая, и всё равно не пойму. Но Цири оставила мне подарок. Какой? Вот такой. Зелёный камешек. Ух ты. Красивый подарок. Спрячь его хорошенько и никому не показывай. Он очень ценный. Спасибо. Но иди играй дальше. Я не играю. Я помогаю. Ага. Я в курсе. Бахрама. Так, ну неплохо. Ладно, мы раздобыли информацию. Теперь можно... Так тебя через пятак. ...привести перегруппировку. Подготовить снаряжение. Вот. Но я думаю, что этим мы займёмся прямо сходу уже в следующей серии. На этом пока что закончим. А ты знаешь, что такое... Много мы за сегодня сделали. А нам теперь надо двигать ещё вон по нескольким, короче, направлениям. Здесь очень... Очень весёлая система. Врожая, ведьма. Много всего. Да. Наверное, даже так. Ну, костры Новиграда, заглянуть домой к Трис. Короче, да, много всего. Вот. Сюжет, не сюжет. И есть ещё даже побочки, которые мы... Которым не притрагивались. Вон там доска объявлений с какими-то задачками. Вот. Но давайте, да. К этому будем приступать уже в следующей серии. А на этом пока что всё. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте. И подпишитесь на канал, если вы ещё не подписаны. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok